Журналистка и телеведущая Жанна Агалакова вызывает у зрителей особый интерес, ведь на протяжении восьми лет она был сапкором Первого канала в Париже, и рассказывала нашим зрителям про самые громкие события, которые происходили во Франции. И несмотря на то, что с 2013 года она живет в США и является спецкором Первого канала в Нью-Йорке, ее имя для многих до сих пор ассоциироваться с Парижем. Коснувшись кратко биографии Агалаковой, и хочу подробнее рассказать о ее личной жизни, а именно о потрясающей истории любви Жанны и ее мужа, итальянца Джорджа Савоне, с которым они вместе уже 27 лет. Родилась Жанна в 1965 году в Кирове. В 1991 году она окончила МГУ, где училась на газетном отделении Журфака, и, оставшись в Москве, стала работать на телевидении. Правда, в течение пяти лет дальше корреспондента некоторых программ дела не шло, но уже в 1996 году она стала телеведущей, и за годы своей деятельности вела такие информативные программы, как «Сегодня», «Новости» и «Время». В период с 2005 по 2013 годы Жанна была сапкором Первого канала в Париже, а с 2013 года является спецкором этого канала в Нью-Йорке. То, что Жанна отказалась от престижной должности ведущей программы «Время» и попросила руководство канала отправить ее в Париж, у многих вызвало удивление, но зато она знала, что делает, так как ее вела любовь и желание быть вместе со своим мужем, ведь до этого они жили на две страны – Жанна с дочерью в России, а ее супруг во Франции. Как же случилось, что еще в далекие советские годы Жанна связала свою судьбу с итальянцем? Шел 1991 год. Жанну послали в Суздаль на международную конференцию, касающуюся борьбы с организованной преступностью, где она должна была освещать ее ход. В первый же день она познакомилась с красавцем – итальянцем, который оказался на этой конференции и случайно приехал вместе со своим отцом, известным итальянским криминалистом, чтобы посмотреть Россию. Кто же знал, что его привлекут не достопримечательности древнего Суздаля, а глаза очаровательной рыжеволосой девушки. Но все дело в том, что эта самая девушка совершенно не была настроена отвечать взаимностью влюбленному в нее парню. Во-первых, у нее уже был любимый мужчина, а во-вторых, ее воздыхатель, которому едва исполнилось 19 лет, был на 6 лет ее младше. Тем не менее, парню удалось заинтересовать Жанну и оставить о себе неизгладимое впечатление. А когда Жанна вернулась домой, то не проходило дня, чтобы Джорджи ей не позвонил, а затем и вовсе сделал ей сюрприз, прилетев в далекую холодную Россию на Новый год. Несмотря на то, что родители парня не приветствовали этих отношений, да и руководство Жанны намекало, что связь с итальянцем желательно прекратить, влюбленные делали все, чтобы встречаться как можно чаще. Через некоторое время Жанна поехала в гости к своему возлюбленному, но была довольно прохладно встречена его родителями, а вскоре он, скопив денег, обманул родителей и сбежал в Москву. Молодым людям пришлось пройти через многие трудности, среди которых практически голодное существование и съемные углы занимали одно из главных мест, но они выстояли, доказав, что настоящая любовь творит чудеса. В итоге у них все наладилось и с работой, и с родителями Джорджа, которые приняли Жанну в свою семью. Около 10 лет влюбленные жили в гражданском браке, а в 2001 году, когда стало известно, что скоро станут родителями, поженились. Их дочь Алиса родилась в 2002 году. Вскоре супругу Жанны предложили в Париже приличную должность, и, прожив вдали от мужа два года, она и сама попросилась в Париж. С 2013 года они живут в Нью-Йорке, и по-прежнему, несмотря на профессиональную занятость, все свободное время уделяют друг другу и своей дочери. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?